Первый град и первые проблемы. Сильный ветер, ливневые дожди и местами выпавшие льдинки уничтожили посевы и поставили под знак вопроса будущий урожай садоводов в четырех районах. По данным ГИЧС пострадали не менее 800 гектаров сельхозугодий по стране. Для предотвращения подобных стихийных бедствий за четыре дня выпустили 752 противоградовые ракеты. Они содержат радиоактивный йод, который при взрыве рассеивает облака. Для того, чтобы, я уже говорила, чтобы достичь успеха в воздействии, мы должны соблюдать нормы реагента. То есть на определенную площадь надо запустить определенное количество ракет. Это все рассчитывает ответственный руководитель воздействия, а на пункте они дают уже готовую команду, которую должны бойцы выполнить строго. В стране 132 точки запуска ракет. Их деятельность строго согласована с Управлением гражданской авиации, чтобы не мешать полетам. Вот это зелёное заштрихованное, вот это авиационный запрет. То есть, если нам ввели пятый запрет, значит, вот в этом секторе, где заштриховано, мы работать не можем. В этом году власти намерены расширить зоны, которые будут защищены от града. Система защиты от града, внедрённая в нашей стране, эффективно. На 85% и охватывает 1,7 млн гектаров.